Магнитогорский цементный завод Не хотите ли разрисовать дом? Работу над проектом «Музей городов мира под открытым небом» продолжили австрийские художники. Молитва в 50 голосов. В магнитогорских храмах возрождают традицию концертов духовной музыки. 90 тонн продукции в час. На цементно-огнеупорном заводе открыли новую линию упаковки. Оборудование, по мнению экспертов, соответствует высоким мировым стандартам. На производстве заверяют под статьи и качество продукции. На промплощадке побывал Игорь Болонин. От идеи до воплощения ровно три года. Как и было обещано, летом 2014-го новая упаковочная линия выдала первую тонну. Оборудование для линий поставил один из ведущих мировых производителей, итальянская фирма «Вентоматик». Производственная мощность агрегата 90 тонн в час. Через пару сотен метров упакованный цемент уходит на погрузку. Автоматизирован весь цикл. Лишь на последних сантиметрах линии рабочему приходится слегка приложить руку. Это серьезные инвестиции. В деньгах это порядка 150 миллионов рублей. Ну и вообще, собственно говоря, это такой серьезный шаг в развитии цементного завода. С открытием линии подоспели как раз к новому сезону. Свежую партию продукции уже ждут основные партнеры – строительные компании города. Мы только за последних четыре года практически в два раза выросли по жилищному строительству. И прогнозируем, что и дальнейший спрос на жилье будет. Естественно, возникает потребность в цементе. И это при минимальных транспортных затратах. Кроме того, магнитогорский цемент в новой упаковке отправится и на предприятия и стройки центральных регионов, а также Урала и Сибири. Для дальних перевозок предусмотрена максимальная герметичность. В этом случае заказчики предпочитают крупные оптовые партии. Партнеры уверены – за качество в магнитке отвечают. Игорь Болонин, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Металлургия и машиностроение в науке и образовании. Этой теме посвящена Международная научная ассамблея, которая открылась в МГТУ. На форум приехали ведущие отечественные и зарубежные ученые. Волнует вообще всех одно – это состояние нашей металлургической науки на сегодняшний день. А это понятие очень широкое, как развивается она в системе вузовской науки, как она развивается в отраслевых институтах, как на сегодняшний день это проходит в системе Академии наук. Четыре дня научной ассамблеи расписаны буквально по минутам. Это встречи с аспирантами и студентами МГТУ, выпускниками школы и преподавателями. Но большая часть форума – это семинары и научные конференции. Этим летом в Магнитогорске начнется реконструкция аллеи около монумента «Тыл фронту». Дорогу, ведущую к вечному огню, выложат разноцветной тротуарной плиткой, а с обеих сторон посадят деревья. Чтобы в следующем году, к 85-летию Великой Победы, территория выглядела достойно. Первой увидела проект аллеи Юлия Черешнева. Из окна рабочего кабинета Александра Олеговича не площадь красная видна, конечно, но тоже главная достопримечательность города. Именно Морозов стал инициатором проекта. Так должна выглядеть аллея, ведущая к монументу уже к концу лета. Осенью здесь высадят специально привезенные из Екатеринбурга пирамидальные тополя. 108 деревьев украсят аллею с двух сторон. Помимо статного вида, их уникальность в том, что здесь не будет тополиного пуха. Деревца будут уже достаточно высокие, несколько метров. Они очень быстро растут, они очень красиво, не дают пуха. Будет торжественно смотреться, как в Трептов парке в Берлине, по аналогии. Ну а дорожка вот этого замощения, она будет в двух цветах, серый камень и красный камень. И получится вид, как будто раскатана ковровая дорожка. Этим летом планируют выполнить только первый этап работ. На него будет потрачено около 10 миллионов рублей. Сколько всего будет этапов, загадывать сложно, все зависит от наличия денег. Но уже в следующем году собираются реконструировать памятные плиты, где будет написано, что сделали магнитогорцы для победы. С тем, что памятное место нуждается в обновлении солидарной горожане. Ну я думаю, что здесь как бы, в общем-то, неплохо бы, конечно, не знаю, какие-то деревья посадить, я не знаю, те же самые, там, я не знаю, там, рябина, береза, ну и как-то обновить и плитку, конечно. Ну я считаю, что здесь и так хорошо, и если будут благоустраивать, будет только лучше. Конечно, нужно все это реконструировать, и давно пора. Городу такому, он очень популярен в России и за рубежом, металлургическому комбинату, даже бы сделать набережную и аллею. А также жителей интересовал вопрос, кто же будет следить за порядком, как бы все труды не оказались напрасными. Знаю, что у нас в городе живет очень много порядочных людей, и молодых, и пожилых, но, к сожалению, хватает и подонков. Тех владельцев джипов, автомобилей, которые вот гоняют от бумеранга через лесопарк, вдоль этой полосы, которая должна быть покрыта травой, портят весь этот внешний вид, вандальничают. Я бы посоветовал им все-таки относиться бережно к святым местам. У нас в городе их не так много. И все же, чтобы в новой аллее не хозяйничали вандалы, здесь установят камеры видеонаблюдения. Строительство начнется во второй половине июня. Юлия Черешнева, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Кусочек Австрии на фасаде Магнитогорского дома. В нашем городе продолжается реализация проекта Музея городов мира под открытым небом. Австрийские художники приступили к росписи дома по адресу Ленина, 146. Что будет украшать фасад, расскажет наш корреспондент. Картина еще не появилась, а скандал уже мог разгореться. По задумке австрийских художников, фасад дома должен украшать егерь, удивленно смотрящий на то, как быстро тают ледники. А какой австрийский егерь без трубки в зубах? Тот, который нарисован в России. Потому что с 1 июня действует закон о запрете курения в общественных местах. Поэтому пришлось менять задумку. Поверхность фасада достаточно пористая, краска плохо проникает. И целиком не видно все со стороны. Приходится использовать точки и их соединять. Эскиз самого большого произведения австрийского искусства в России утверждал Аташеба культуре австрийского консульства. Потом проект согласовывали в городском управлении архитектуры. Минимальный срок, который мы выставляем, это 6-7 лет. В данном проекте, так же, как и в том, используются профессиональные краски. В данном случае это краски «Делюкс». Специально подбирали, чтобы это была и основа качественная. Один необычный фасад в Магнитогорске уже есть. На улице Советская над ним в прошлом году трудились немецкие художники. Красиво, конечно, это такой веселый дом. А то в некоторых районах они такие серые все. Но если красиво рисуют, можно посмотреть. Пусть рисуют. Нравится, но внимание обращаешь постоянно. Симпатично. И дом не такой уж это однообразный. Удивленный егерь во всех красках появится к 10 июня. А уже в июле чешские художники огромную картину нарисуют на фасаде дома в Ленинском районе. Какому именно, пока держится в секрете. Мария Дронина, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск. Вы смотрите Вести Магнитогорск. Мы продолжаем выпуск. Он не боится работы, он боится ее отсутствия. Сегодня Геннадий Семенович Гун, заслуженный деятель науки и работник культуры, почетный металлург, принимает поздравления 75-летия. С неутомимым трудоголиком встретилась Ксения Перчаткина. Я еще молодостик, я решил еще пожить. Потому что, что такое 75 лет? Только сейчас начинаешь понимать, что можно что-то сделать. Например, вновь сесть за фортепиано. Редчайшие кадры Геннадий Семенович не прикасался к клавишам уже несколько лет. А ведь под звуки этого инструмента прошла часть его жизни. Вторая специальность юбиляра – хоровой дирижер. Музыкальную науку он изучал одновременно с техническими дисциплинами. Он же основатель и руководитель камерного оркестра, тогда еще Магнитогорского института. Так под музыку устроилась и научная карьера Геннадия Гуна. Работа ученого по теории и практике обработки металлов давлением известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Под его научным руководством и при его личном участии разработаны эффективные процессы, которые улучшили металлургическое и машиностроительное производство. Что их больше всего объединяет, наверное, это творчество. И там, и там. Потому что если творец, то это хоть в науке, хоть в музыке. Если человек творческий, то он находит какие-то там высокие материи. Влеченный и влюбленный в науку, Геннадий Семенович считает, что гордиться можно только конкретными результатами, а их у него не перечесть. Но при этом главным своим достижением заслуженный деятель науки и работник культуры РСФСР. Почетный металлург России считает отнюдь ненаучные успехи. У меня есть чем гордиться, потому что я создал хорошую семью, хороших детей, хороших внуков. Это, я считаю, может быть, главное достояние. Хороший коллектив на кафедре. В свои 75 Геннадий Семенович не может до сих пор справиться только с одной задачей – перебороть страх выходных. Трудоголизм в его случае неизлечим. Хочу любви, но не хочу заканчивать с работы. Боюсь, страшно, не буду скрывать, что вот если когда-то все равно настанет время, физиология и возраст, когда придется уходить с работы, это для меня все. Работа и семья – это два кита. А они держат надежно. Ксения Перчаткина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. На одну многодетную семью в Магнитогорске стало больше. В городе родилась первая в этом году троиня. Со знаменательным событием семью Гусевых поздравили представители правобережной администрации и сотрудники ЗАГСа. В гостях у новорожденных и их родителей побывала Ольга Беличенко. Спят они в кровати вместе все, втроем, дети. Кровать нам по наследству от старших досталась, от сестры и брата. И мы все это очень так ценим, хотя мы могли новую кроватку купить. Два сыночка и лапочка-дочка. В то, что малышей трое, многодетная мама Наталья Гусева признается, до сих пор поверить не может. Несколько лет она мечтала родить третьего малыша. Когда тебе за 40, на это отважится не каждая. В итоге желание исполнилось, причем трижды и одновременно. Шанс на такое тройное счастье передался по наследству. Сначала, конечно, был такой шок легкий, когда мама показывает, ну как это называется, да, УЗИ. Как трое, ох, сразу. Ну, потом слезы. Большая радость это вообще. Как решились, я считаю, моей маме надо ставить памятник. Мать-героиня нас вырастила с братом еще сейчас. Старшие дети выросли, как бы двоим нам здесь скучно. Ну, квартира, скажем так, большая и скучно нам стало. То есть мы занимаемся и как бы активно отдыхаем, и ездим везде, но что-то не хватало. Ну, и вот решили. Теперь скучать еще долго не придется. Руки всех членов семьи на расхват. Несмотря на то, что Ульяна старше братьев на несколько минут и тяжелее на 100 граммов, на правах маленькая леди всегда спит в центре. Ее с братьями и не перепутаешь, делится глава семьи. А вот мальчики очень похожи. Кто по ушкам различает, кто по пальчикам. Без тяжелой артиллерии в лице мужа и двух старших детей, говорит Наталья Александровна, вряд ли бы справилась. Как в той пословице. Раз есть нянька, значит должна быть и лялька. Кормить, что-то одеть, даже запеленать. Старший брат без проблем. Ну, а папа, он вне конкуренции, я же говорю. Папа это мама, только без груди. Что груди не кормят. А так папа, кстати, купает только папа со старшими, или сыном, или дочерью. Еще несколько лет назад тройняшки в Магнитогорске рождались достаточно редко. Один раз в три года. Сейчас же ежегодно. Кстати, такого же многочисленного пополнения в семье, как у нашей героини, в этом году ожидают еще две будущие мамы. Ольга Беличенко, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. В кафедральном соборе Магнитогорска состоялся концерт духовной музыки. Все желающие могли услышать произведения, написанные российскими композиторами 19-20 столетия, специально для исполнения в храме. О возрождающейся традиции расскажет Ксения Перчаткина. Это особый вид певческого искусства. В магнитогорских храмах возрождают традицию русского богослужебного песнопения. До революции в нашей стране каждый великий церковный праздник имел свою музыкальную окраску. Многие композиции исполнялись только однажды в году, в определенный день. В кафедральном соборе города такая музыка звучит всего лишь второй раз. Данные песнопения составлены на богослужебные тексты, которые помогают всем православным христианам ближе прикоснуться и к праздновому событию, и вообще к православной церкви. Ответственная и почетная миссия исполнять литургические песнопения выпала хоровая капелли имени Семена Эдинова. Они выбрали классический репертуар произведения русских композиторов 19-20 столетий. Вообще этими композиторами, нашими классиками, Чайковским, Арахманиновым, Глинкой, музыка специально писалась для храма. И ее первое исполнение, ее начальное место, именно вот такая акустика, такое помещение, такое здание. Потом, к сожалению, эта традиция была, сами понимаете, почему утерянная. И хорошо, что мы ее сейчас возрождаем. Аплодировать на концертах духовной музыки не принято. А церковное пение – это прежде всего молитва. Поэтому изучание хора должно быть особенным с богатой звуковой палитрой. Такая музыка не может не нравиться, она всем нравится. Просто кто-то ее не слышал еще. А если услышать, то она обязательно понравится. Ксения Перчаткина, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Пока весь мир готовится следить за чемпионатом четырехлетия, в Магнитогорске футбольные страсти уже начались. Разгорелись они в детской футбольной школе. Кто с кем играет в футбол, расскажет Мария Дронина. На футбол со своей семьей Галина Казанцева ходит редко. Только когда внук Михаил Дрововоз играет. Бабушка футболиста говорит, переживал внук сильно. Утром даже будить не пришлось, сам рано встал. Еще бы. В Магнитку приехала новотроицкая команда. Потенциальная смена Носты, которая сейчас выступает во втором дивизионе. Мне кажется, что наши больше возле ворот этой команды другой. Так что думаю, что мы победим. Победить новотроицкую команду еще четыре задачи максимума. В Магнитогорске проходит Кубок Российского футбольного союза. Если магнитогорцы попадут в четверку, то они выйдут в плей-офф дивизиона «Урал-Западная Сибирь» и поборются за выход в общероссийский финал. В плей-офф мы выходим каждый год, но первый круг не удается даже нам пройти. Попадаются сильные соперники. В том году попали на Тюмень. Ну и не смогли пройти. Да Саш, да сохраните мяч, Санюш! Отряжай. Слова тренера закон, но сохранить мяч до гола магнитогорцы смогли только во втором тайме. Сначала Сардабек Кахаров открыл счет, а затем Владимир Погорельский поддержал товарища. Команда хорошая. Тренер очень рассказывал про нее хорошо, она держит мяч. Но мы тоже настроились против нее сыграть. Как бы решить, ну, как бы это сказать. Мы много тренировались и хотим выиграть этот матч против «Носты». Магнитогорцы этот матч и выиграли. Завтра встретятся с челябинской командой. Игра тоже непростая, как мяч не крути в соседской дерби. Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Четвертого июня синоптики обещают. В Шампенуазе ночью около 13, днем около 22 градусов выше нуля. В Кизинском ночью 11, 13, днем 24, 26 градусов со знаком «плюс». В Верхнеуральске ночью плюс 11, 13, днем до плюс 22. В Новообзаково ночью 10, 12, днем 20, 22 градуса выше нуля. В Магнитогорске переменная облачность возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем до плюс 24. Такими были новости сегодня. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова